МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 530 литров. Все, что я люблю. И Ишхан из Барнаула... Катым, природа! Нали, костер, шалаш! ...отправятся в путешествие, к которому они абсолютно не подготовлены. С ними будет опытный наставник, который обучит их самому главному. Но выживать участникам все равно придется самостоятельно. Это Крым. Один из красивейших уголков планеты. Но маршруты здесь намного сложнее, чем в привычном лесу. И парням предстоит узнать его с другой, совсем не туристической стороны. Зачем им это нужно? Я хочу все-таки, чтобы моя дочка с подружками сидит, сказала, посмотрите, вон мой папа, что творит. Моя жена сказала, хватит служить в диванных войсках. Вот все из-за жены. Если я смогу выжить здесь, в лесу где-то, то я и смогу выжить в городе своем. И что по этому поводу думают их близкие? Сильно покаривался. Ничего не делает, никуда не ходит. За пять месяцев поиска и лежачий с диванной жизни изменился до неузнаваемости. Я буду рада, если вы его заберете к себе. Справятся ли они с главным испытанием в их жизни? И кто получит трофей победителя? Живописное место. Белоснежный катер, морской бриз и яркое солнце. Участники уверены, что попали на курорт. Но это ненадолго. Ведь испытания начнутся прямо сейчас. Вылезайте! Блайк к берегу! Блайк к берегу? Серьезно, что ли? А что делать-то с это, с сумками? Повторяю! Плать к берегу! Пакет есть? Да, есть пакет у меня. Это засада! Это засада! Я максимально только проплывал от одного конца ванны до другой. Я считаю так, берем все вещи, по возможности, как можно стараемся их надуть, типа поплавка. Плыть это, конечно, сильно. Я не хочу никуда плыть, я хочу поспать и полежать. Еще и холодно! Ну, мой подкожный жир, я думаю, будет большущим плюсом. А ты поплывешь, как поплавок как раз. Тебе даже пакет надувать не надо. Давай, быстрее. Коп! Копел! Лихо! Лихо пошел! Если честно, я этого и ожидал от начала, то, что прям сразу давай вали за борт, забирай свои манатки и плыви. Я не часто плаваю в холодной воде, поэтому сейчас это был шок для всего организма. Самое страшное, это было прыгнуть в воду, потому что ты понимаешь, что она холодная, а дальше было не так все страшно. Быстрее, быстрее, быстрее плывем! Левой рукой больше забирай камень впереди! Дальше, дальше! Участники сразу попали в экстремальные условия и поняли, что это не шоу. Здесь все по-настоящему. Первый урок, который они должны усвоить, несмотря на то, что рядом есть наставник и съемочная группа. Надеяться можно только на себя. Ну что, парни, как водичка? Холодная. Соленая. Штыры, штыры. Вещи промокли в пакете, да? Должны быть, да. Понятно. Значит, тогда доставайте свои вещи, обтирайтесь ими и переодевайтесь в то, что находится в бочке. Быстрее, быстрее, быстрее! Так, я смотрю, разодранные колена. У кого еще что есть? Нога! Водой меня подняло и швыронуло туда, прям на скалу. Я ногой ударился. Но боли ты не чувствуешь. Ты просто хочешь поскорее выплыть оттуда, подышать и согреться. Когда вот уже доплыли практически, там камень, и очень сильно ударился ногой, повредил два пальца на ноге. Идет кровь, то есть довольно-таки сильно, ну, нормально, терпимо. Быстрее, быстрее обтираемся, быстрее! Как зовут у вас? Иван, Ишхан, Игорь, и три И, ой, три И! Держи! Раз, два, быстрее! Три! Переодевайся! Готов? Готов! Держи! Раз, два, три! Игорь! Прежде чем футболку одеть, сначала термобелье одеваете. А где она? В куртках. 70% тепла у вас уходит через голову. Куртку одели, капюшон накинули, все, тут же начинаете греться. Не так в школу. Действительно, судя по твоим синим губам, совсем не холодно. Ты стоял, дрожал так, это мой натуральный цвет. Согрелись? Да, да. Подходите ближе. Ну вот, раз ты пакетик схватил, давай заодно и посмотрим, что ты оценил как наиболее важное. По правилам шоу, ничего пронести не удастся. Все личные вещи отправляются в бочку без исключения. Футболка. В бочку. Штаны. Кроссовки. Все, да, в бочку, как я понял. То есть, на побережье ты собирался ходить в кроссовках? Да. Значит, вот эта подошва будет у тебя скользить по камням, особенно если пойдет дождик. Да, и первое, что ты сделаешь, ты клюнешь носом. Будет очень весело. Теперь я. Это был запас. Спички, леска и крючок. Иван думал, что он хитрее всех. Мы видели участников, которые брали с собой кошелек, тушенку, булки и даже майонез. Но спрятать спички догадался только он. Неплохое начало. Но то, что попало в бочку, остается в бочке. Ну, в принципе, достойно, тем более с учетом того, что пришита практически в глухую. Да. Нашли мою заготовку в виде спичек, лески и крючка. И ее забрали. Ну, не надо было вам ее показывать, на самом деле оставить себе. Лапша быстрого приготовления. Опять лапша. Опять лапша. То есть, ближайшие пять суток ты собирался просидеть на лапше, которая практически бескалорийная. Игорь. Да, по крайней мере, из трех образцов я бы выбрал лично для себя вот эти. Причем носки правильные, трекинговые. Да. Да, намокло, но да. По набору предметов я считаю, что лучше всех у нас подготовился Игорь. Вот вам в дополнение коврик для того, чтобы вы могли чувствовать минимальный уровень комфорта. И самое главное, чтобы не застудили себе почки и мочеполовую систему, когда будете спать на камнях. Сейчас вам предстоит выбрать три предмета, которые вы считаете самыми необходимыми для выживания. Алексей Седой. Опытный инструктор по выживанию в любых климатических условиях. В тайге, пустыне и даже за полярным кругом. В его руках любители диванов быстро вспомнят, каким должен быть настоящий мужик. Вещи, которые участники взяли с собой, им больше не понадобятся. Теперь им предстоит выбрать по три предмета, которые, возможно, спасут кому-то из них жизнь. У вас ровно одна минута. Начинайте. Много нужных вещей. Нужно выбирать. Какой-то маленький нож, вроде не острый. А, нет, острый. Тогда возьмем. Хотелось бы взять его, но вряд ли пригодится. Так, котелок. Вещь нужна. Ручка-блокнот. Ну, была бутылка, можно было кому-нибудь сообщение написать. И в море кинуться. А вот спасли. Вот лопатка. Лопатка – это очень нужная вещь. Она еще и такая увесистая, тяжелая. Ей, наверное, можно кого-нибудь ударить. Кого-нибудь дикого, я не знаю. Ложки – это вопрос второстепенный. Сначала бы найти, что есть. Иван, какие предметы? Лопата, спичка, телок. Я думаю, лопата сможет заменить, ну, как минимум нож, как максимум ложку. Иван искренне надеется на то, что у него будет столько еды, что он сможет вместо ложки использовать лопатку. Но я бы на его месте не был так оптимистично настроен. Спичка. Добыть огонь в лесу без спички и зажигалки можно, но сложно. Ну и котелок. Хорошо. Игорь. Веревка, вазелин и вата. Вазелин, вату исключительно для огня. Это берлгриллс. Лопата, нож и скотч. Нож – это даже не обсуждается. Он везде всегда нужен. Клейкую ленту я выбрал, потому что по статистике это самый универсальный предмет в мире. Мне кажется, он и здесь может понадобиться. Я для себя выбрал один предмет, правда большой, и в нем все самое необходимое для того, чтобы оказать вам первую медицинскую помощь, если вдруг такая необходимость возникнет. Почему из вас никто не выбрал фольгу и блокнот? Тут можно все выбрать и все нужно выбрать, но... Итак, альтернатива котелку. При этом это у нас первый стакан. А далее, используя листки из блокнота, импровизированный термос, который вы можете использовать, обернув первый стакан. Прикольно. Прежде чем мы с вами двинемся в наше путешествие, хорошо подумайте, у вас есть возможность отказаться здесь и сейчас. После такого заплыло? Нет, мы не зря плыли столько. Тогда имейте в виду, что ближайшие пять дней вы можете рассчитывать исключительно на самих себя. И все пять дней вам действительно по-настоящему придется выживать. Да мы готовы. Хорошо, тогда нам туда. Что там? Волно. Пошли. Вода. Давай. Вода. Альтернатор, банкир и директор по энергетике искупались в ледяной воде. Плачь к берегу! Серьезно, что ли? Потом отдали все свои вещи. Футболка. Кочку. Станы. И выбрали только самое необходимое. Так, котелок. Вещь нужна. И все это ради пяти дней на полуострове с Алексеем Седым. У вас есть возможность отказаться здесь и сейчас. После такого заплыва? Нет. Участникам необходимо добраться до первой контрольной точки. Три километра по камням. По силам ли любителям диванов такой маршрут? Игорь. Последний раз был в лесу 25 лет назад. Мне кажется, что Иван более такой сильный конкурент. Иван, потерявший уверенность в себе. По такой местности никогда не ходил. Ишхан. Большой любитель онлайн-игр. Мы уже приготовились к худшему. Они едва начали свое путешествие, а уже устали и просят инструктора устроить привал. Я уже весь мокрый. Да, я тоже. Может, привал? Рано. О, тут костер. У меня коврик размутался. Я устал. Веревка задолбала. Задолбала. Я потный, как неизвестно кто. Дай мне изоленту, пожалуйста. Значит так, коврик сматывай. По поводу остаться здесь мы здесь не остаемся, потому что это неудачное место для ночлега. Если дождь пойдет, вот эти камни упадут тебе на голову. По поводу бухты, которую несешь. Когда беремся до места ночлега, там и будете заниматься. Ну вот, смотрите. Вот вода. Отлично. Ну давай, подставляй котелок, а я подниму камень и выливай его туда. Давай, поднимай камень. Не, как мы серьезно воду наберем? Доставай вату из кармана. Выбирайте все оттуда. И по дороге всю воду, которую встретите вот в таком формате, всю ее собираете. Потому что вот эта вода после дождей, которые здесь были несколько дней назад. Ммм, коричневенькая. Почва. Что там? Пошли. Вода. Давай. Тихо, тихо, тихо. Дай мне тоже теперь ватку, я ему помогу. Подержи котелочек, Сири. Сейчас, чтобы не достать. Тут как раз глубокая штука. Можно попробовать ножнами набрать. Участники нашли воду очень быстро. А так потище будет, да? Это прям попить можно. Повезет ли им так же с разведением огня и добычей пищи? Ой, я устал, колени болят. Колено отбил об мной, и теперь еще и на коленях стою. Подожди, есть сначала. Есть. Отлично. Что, вперед? Водой. О, шиповник. Он самый. Его давайте наберем. Тихо побьем. Набирайте в воду и заваривайте. Ну что, дальше? Let's go. Утреннее купание, отобранные вещи и даже долгий переход – ничто по сравнению с самостоятельной ночью в горах. Участникам нужно впитывать все, чему учит их инструктор. Ведь уже через пару часов Алексей Седой оставит их наедине с природой. Нам обещали выжить в лесу, а не выжить в горах. Вода льется. Вода льется. Молодец. Пока мы шли, Ваня упал, а у него была наша кастрюлька вот эта с водой. И теперь у нас нет воды, мы еще не добывали еду. Сейчас не время портить отношения в коллективе. Иван разлил воду, но у него есть спичка. Простят ли ему остальные участники потерю пресной воды? Вроде смотришь, сколько много воды, а так пить хочется. Ишхан из Барнаула, 23 года, 87 килограммов. Игорь, Ростов-на-Дону, 40 лет, 120 килограммов. И Иван из Москвы, 31 год, 87,5 килограммов. Они сильно отличаются по опыту и физическим данным. Но кто из них окажется сильнее и победит? А вы уже сделали на кого-то ставку. Ну что, с прибытием вас в первую контрольную точку. Ура, ура, ура. Располагайтесь, выбирайте себе место, где вы будете начать. Все, я нашел место. Ты место нашел? Да. Тяжело, очень тяжело. Если здесь моим выбором веревки, она мне мешала, ну, катастрофически. Она спадала, запутывалась. Ну, и, конечно, вот ногам начала побаливать. И вот это то, что я такой крупный, дает о себе знать. Что, разлегся? Дай отдышаться. Значит, предлагаю вам, пока солнце не село, озаботиться дровами, пока не соберете размером, ну, хотя бы вот с этот камень, советую не останавливаться, потому что иначе ночью замерзнете. Собираем водоросли, собираем попавшиеся коряги. Наша задача сейчас найти что-нибудь сухое, попробовать это все дело собрать воедино, потом подумать, как это все разжечь. В горах стремительно темнеет. И если участники не успеют набрать дров, ночью им придется не сладко. Ну что, парни, как успехи? Пока. Хорошо. Ну, что-то набрали. А-а-а! Аккуратно, блин. Вскрыл? Да. Вены. Красавчик. Ну, блин, я не знал, что он настолько острый. Какой-то маленький нож, вроде не острый. А, нет, острый. Тогда возьмем. Руку зажми в кулак пока. И вверх подними, выше уровня сердца. Ты сильно разведешь? Вообще глубоко. Задача наставника – научить правилам выживания. Алексей явно не ожидал, что взрослым мужикам нужен инструктаж по обращению с острым ножом. Если так пойдет и дальше, то спичку придется конфисковать. На всякий случай. Приманка, кстати, для крабов. Кровь? Да. Место под костер готовите. Взяли спичку. Нашли плоский камень. После этого вату, пропитанную вазелином, намотали на спичку терочным механизмом. Зажгли – костер горит. Вопросы? А вазелин с ватой зачем? Если ты просто зажег спичку, она у тебя прогорит от силы в течение 15 секунд. Когда ты намотаешь достаточное количество ваты с вазелином, у тебя получается огниво, от которого ты можешь зажечь костер, вне зависимости от того, что спичка погасла. На столе у каждого из участников было 28 разных предметов, но спичка всего одна. Если бы не выбор Ивана, то парням пришлось бы искать альтернативные способы добычи огня. Ну что, шанс у вас только один. Кто? Кто? Рискнет. Хозяин спички. Вы же меня съедите потом. Конечно съедим. Держи, вот самый гладкий камень. Иван уже разлил воду. Если он не справится и на этот раз, то конфликта не избежать. Кто знает, на что способны голодные и замерзшие аниматор и энергетик. Я не столько переживал за наличие либо отсутствие костра, потому что, как мне кажется, я бы пошел бы и лег бы спать. И так, когда мы шли, я разлил воду, это был бы второй косяк. Ну что, давай. Вазелин мочит. Переворачивай на другую сторону. Что-то у меня не получается. Съехал, отодвинь, да. Дальше отодвинь. Ничего страшного, еще дальше. Когда я пытался зажечь спичку, я очень переживал, как бы она не сломалась. И наш последний шанс не ушел в никуда. Другой камень. О, слышу. Тенденция правильная. Вазелин. Да пальцами прижми. Но. Фу. Я байк. Дай попробуй быстрее. Вот так вот. Понял, да? Да. Фу. Ты ближе к этому. Переворачивай. Давай мы эту ватку уберем, подожжем и потом ее подожжем. Отойди. Давай. О, наконец-то. Ростовку подожди. Вату с вазелином, вату с вазелином. Вот она. Все, все, горе, горе, горе. И не надо пока. Не надо, не надо. Не клади пока. Задохнется. Затушишь. Ура! Победный танец. По-моему, у нас есть огонь. Все руки были в вазелине, все мокрые. И я думал, что мы ее реально никогда не зажжем. Я как-то там разозлился сам у себя внутри, попробовал, а она мне зажглась. Огонь у них есть, но впереди тяжелая ночь. И, кажется, начинается дождь. Ты что встали-то? Сейчас нарвешься. Первый день выживания аниматора, директора по энергетике и банкира почти закончился. Они успели искупаться. Быстрее, быстрее, быстрее плывем. Найти пресную воду. Вода льется. Молодец. И проявить самостоятельность. Впереди первая ночь в дикой природе, и она простой не будет. Где вы будете ночевать? Решили? Ну, мы здесь и решили. Вот у нас получается так... Хорошо. И что вы будете использовать в качестве крыши над головой? Ничего. Мы сегодня на волю случая, наверное, положимся. Плохая идея. Облака же низкие. Дождь будет. Судя по тем каплям, которые, чувствуя, на меня капают, и сейчас будет дождь, то это будет реально трэш. Давайте сразу ваши коврики, веревку... Я пойду схожу. А четыре палки, которые нашли, давайте сюда. Значит, четыре палки вы втыкаете в грунт и фиксируете камнями. Чтобы придать каркасу устойчивость, обвяжите их веревками между собой. В качестве крыши можно использовать пенные коврики. Берете коврик, разворачиваете вот таким образом, чтобы сторона с фольгой смотрела вниз, потому что она теплоотражающая. Накрываете. Для того, чтобы их скрепить между собой, ты берешь свой скотч, и вы проклеиваете каждую из них. Впереди первая ночь в условиях дикой природы. Пока горит костер, у них есть все шансы выжить. Вы что встали-то? Сейчас нарвешься. На что нарвуешь? Могу отойти от костра. За костром можно и боковым зрением смотреть. Можно. Директор и на Крымском полуострове директор. Но сейчас про барские замашки придется забыть. Здесь надо действовать сообща. Природа поблажек не сделает. Игорь говорит, что работает руководителем по строительству ТЭЦ и так далее. Но почему-то ведет себя не как руководитель, а как пассивный рабочий. Я не знаю, которого пока не пнешь, ничего не хочет делать. Мне кажется, так не должно быть. Что, здесь что ли? Как? Ну, чуть дальше. Ну что, как успехи. О, костер тухнет, да? Момент был такой тоже очень интересный. Поворачиваемся, а костра нет. А он рядом стоит и щелкает лицом. Но так нельзя делать. Ну, нет. Нормально шло. Какие-то моменты там вспыхивает опять, тухнет, вспыхивает, тухнет. Я думаю, эти моменты сейчас закончатся, дрова подсохнут. Ну, с дровами на самом деле очень тяжело. Нашли какую-то корягу очень-очень сырую. Нашли какое-то бревно. Поставили, оно не горит. Как ночь протянем, не знаю. Понятно. Значит, теперь по уму. Смотри. И не старайся подуться на его место. Вот ты набрал воздуха, выдал его весь. Убрал голову. Глаза открыл, набрал воздуха. Снова наклонился. Опять убрал. Вдохнул чистого. Тогда ты не захлебываешься дымом. Таким образом, вы всю ночь сможете поддерживать костер, потому что единственную спичку вы израсходовали. Удачи. Спасибо. Так что, на вес будем делать или нет? Так, а что стоим? Или обойдемся? Ну, бери веревку, обматывай. Давай попробуем. Я вообще вымотался. Я ничего не хочу. Я хочу лечь спать и забыть об этом дне. Ишхан из Барнаула, Игорь из Ростова-на-Дону и Иван из Москвы провели первую ночь на морском побережье. Готовы ли они к следующим испытаниям? Все, подъем. Оу. Доброе утро. Доброе. Сейчас упадет. Ай! Что, давай ее уже разорвем, Настя? Она просто ночью нас заливала. Ну и снимай ее. Ночь была просто отвратительной. Дождь шел, потом прерывался, а потом дождь идет еще сильнее. Получается такая жесть. На самом деле, очень жестко. Берег моря, очень холодно. Дождь был такой силой, что приходилось, можно сказать, чуть ли не с собой закрывать костер, потому что он не потух. Эта ночь была самая тяжелая в моей жизни, потому что так я ночь еще не проводил. Что, давайте пожрать приготовим. Там вода есть, там что-то, шиповник свари его, чайка попьем. Ягод, вот помоги мне. Да кидай ее, что ты мне помоги. Кидай ее, понял, с ветками, что ли? С ветками? Кидай их, как есть. Навар, навар будет. Варим мы там импровизированный чай из шиповника, но, как любому мужику, охота мяса. Больших сил от шиповника, ну, на мой взгляд, вряд ли получишь. Ну что, угощай вкусняшкой. На. Там прям мусь какая-то, фу. Это пить-то можно, нет? Пойдет? Да. Дай попробую. Как была водой, так и осталась водой. Наварили воду с грязью дождевую, получили воду с грязью дождевую. Надеюсь, что хоть какие-то микробы мы поуничтожали и все. Компот по виду был ужасный. Он был темный, он был грязный, пить его вообще никак не хотелось. На вкус это был как сок свежевыжатых ковриков. Нет, так шиповник есть можно. Нормально? Нормально? Вкусно? Наверное. Мутный чай с шиповника на завтрак не поднял участникам настроение. Но им надо собраться с силами. Впереди долгий переход. Приветствую, парни. Привет. Добрый. Как спалось? Не очень. Дождь испытал нас на крепость. По полной... Сверху, мокро, снизу, мокро. Ну вы же вчера просили пресной воды. Нам сегодня предстоит дальше двигаться. Но для того, чтобы идти дальше, у вас есть одна из ключевых нерешенных проблем. Это огонь на вечер. Именно. Свою единственную и последнюю спичку участники использовали предыдущей ночью, чтобы развести костер. Что они придумают сегодня? На самом деле рецепт простой. Здесь хвойные породы деревьев. Как минимум на двух-трех из них должна быть закостеневшая смола. И дальше как раз из смолы можно сделать свечку, используя вату. Ну и как вариант вот эту головешечку. Соответственно, залить туда смолы, выпустить вату, пропитанную смолой. Есть еще один нюансик такой, который сложился этой ночью. Вата мокрая. Отрезаете кусочек от шнурка и в принципе тот же самый. Что, идите за смолой, а я буду... Я, наверное, сейчас канат буду разгребать, поскольку его тоже тащить надо. Давай нож. Может, лучше три спички было взять и не париться со свечкой. Ну вам же никто не мешал взять три спички. Зато у вас целых две лопаты. Да. Сварим и сожрем. Сдохнем, блин, чертовы бабушки. Попробуй, попробуй. Что делаешь-то? Что хочу, то и делаю. Ишхан из Барнаула. Иван из Москвы и Игорь из Ростова-на-Дону. Всего один день на Крымском полуострове и успели подружиться. Вы что встали-то? Сейчас нарвешься. Они скучают по сытному завтраку в постель. Там прям мусь какая-то. На вкус. Это был как сок свежевыжатых ковриков. Но надо двигаться дальше. Смогут ли парни выжить, зависит только от них. Ты ее перемотать хочешь? Ну, вообще привести его в какой-то вид и сделать вот что-то, чтобы было мне удобнее ее нести. Без костра на побережье участники не выживут. Поэтому они делают индейскую свечу, чтобы перенести огонь. Почти дятел. Разводи их! А? Разводи их! Что происходит в тот момент, когда ты спускаешься или поднимаешься на перекрученной веревке? Особенно, когда она перекручена не на сколько раз. Она теряет свои свойства. И в момент рывка, если вдруг ты сорвался, лопается. Я понял. Поэтому, для того, чтобы у тебя твоя бухта-саверевка гарантированно работала, делаешь следующее. Где-то центр взял, прижал. И дальше пошел потихонечку ее стравливать. Леш, ну что, у нас смола есть. Все, доделывай дальше сам. И потом вторую так же. Сколько смолы? Вот, посмотри. Достаточно будет? Да. Сейчас шнурок берешь. Сколько? А, нет, мало. Смотри, вытягивай так, чтобы ты мог затянуть, а все свободное пустим на фитиль. Почему не ножом, знаешь? Иначе шнурок будет распускаться. После этого берете смолу, растапливаете. Хорошо. С веревкой доделал? Ну вот, все распрямил, скажем так. Одно в первую. Отлично. Пойдем теперь собирать. Участники основательно готовятся к переходу. Маршрут до новой контрольной точки предстоит непростой. Там они смогут отдохнуть и с новыми силами продолжить путь. Готовы? Да, вроде получилось. Получилось у нас вот так вот. Ну, в общем и целом, да. Я так понимаю, уже идти. Так, дальше идете сами. Как сами? Вы, люди, взрослые или где? Ну, мы не сильно подготовлены. Ну, те, кто не сильно подготовлены, обеспечит товарищей мясо. Консерва. Значит, идете вперед, доходите до скалы. Участники могут подняться в горы и потратить на переход половину оставшегося дня. А могут сократить время и пройти вдоль моря. Что выберут они? Параллельно с этим настоятельно рекомендую. Все дрова, которые встречаются на пути, вы собираете. Те дары моря, с учетом того, что сейчас штормит, вы собираете. Начинайте движение. Увидимся с вами на месте. Хорошо. А вы точнее гореть должны или тлеть? Знаю. Получается, тут фитиль просто не загорается, прям вообще не горит. Плохо. Это наш последний огонь. Да, либо он кончится, либо ничего. Что, горит? Да уже потухло. Ни хрена не горит. А может кусок угля просто вовнутрь засунуть? Мне кажется, дерево, оно такое прям подгнившее, вместе с углем будет нормально тлеть в течение нашего пути. Мне кажется, без огня останемся. Мы либо так, либо никак. Вперед. Погнали. Олимпиада. Смотри, дровишко. Я возьму. Ну, ты самое главное огонь не потеряй. Что, давай попробуем все-таки раздуть. Горить будет? Нет, вот паду я. О! Эй, пошло, пошло, пошло. Есть. Есть, 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 есть. Тихо. Что, реально горит? Да. Да. Ну, все, олимпийский чемпион. Вперед, в Сочи сейчас по берегу, в Черное море дойдем. Второй день на полуострове в самом разгаре. Если Иван, Ишхан и Игорь объединят усилия, то получится не просто три буквы «и», а настоящая команда. Но как долго продлится эта идиллия? Переход обещает быть непростым. Вот, иди сюда. Что, нашел что-то? Я нашел ужин. Эй, рыбка. Понюхай, а. Да пойдет она. Что, она воняет? Спасибо. Я думаю, кофе, пойдет. Чего? Сварим и сожрем нормально. Сюда, нет, ты чего, мы отравимся. Она вон вздутая какая-то, непонятно, что. Вздохнем, блин, чертовы бабушки. Определить, что рыба испорчена, можно по трем признакам. Опустите рыбу в воду. Если она тухлая, то обязательно всплывет. Мутные глаза. Есть такую рыбу точно не стоит. Слизь на чешуе расскажет о ее несвежести. Короче, я ездить не буду, она сто пудов тухлая. Там трупный яд. Однозначно. Вон, мухи тут же налетели. А мне кажется, выбора другого нет. На базаре тоже мухи налетают на рыбу. Нет, я думаю, выбор мы найдем. Но не вот это вот. Нам же сказали брать все, чего найдем. На твоя. Сам и неси. Плевать, я ее беру. Все, погнали. Что там? И что? Есть проход, нету? Да, кого знает. Подожди. На отливе, на отливе. Аниматоры, директора по энергетике и банкира не могут напугать 12 свадеб в неделю. Ледяная вода и финансовый кризис. Но обычная гора показалась им непреодолимым препятствием. Мы вообще правильно идем? Мне кажется, что здесь, ну, очень опасно даже идти просто, искать что-то там, я не знаю. Это не та погода, чтобы здесь скакать. Я предлагаю вернуться обратно и пойти к поверху. Ну, все, надо так и сделаем. Будем идти до тех пор, пока будет подъем. Давайте за мной, аккуратней. А то тут решили сломать. Это не город с пробками и навигатором. Это дикая природа. И здесь недостаточно выйти на час пораньше. Они не решились пойти по морю и повернули назад. И все же участникам придется прийти в контрольную точку до наступления темноты. Фу, какая она вонючая, твоя рыба. Вау! Нормально воняет, что ты тоже? Вот именно, что нормально воняет. Ну и что, полезешь? Можем здесь попробовать подняться. Но думаю, что... Мне кажется, куда дальше надо вернуться. Там вроде было более положено. Погнали. Я оттуда не пойду. Я гор боюсь очень. Вот. Речушка. Ого! И по ней... Это жесть. Мне кажется, можно и подняться. Что-то как-то страшно выглядит, нет? Сейчас будет подъем. Он довольно-таки крутой. И здесь большой риск, что мы реально упадем. Я полезу первым, потому что, мне кажется, они все равно боятся. Лица такие, вот такие какие-то. Что, правда, туда лезть надо? Ну что, я полез? Ну давай, первый будешь. Удачи. Не поменяйте, лихом. Лоп-сан, лоп-сан. Свободу, Анжель Дэвис. Что, он вроде дошел, да? Ну давай. Игорь, видишь, скалу с правой стороны? Туда поднимешься, а тут мне веревку скидишь. Я все привяжу и поднимешься. Ну давай, я понял. Хорошо. И, Галь, давай веревку. Высота для Ивана страшнее аудита. Но пока он не справится со своими страхами, его шансы на победу будут падать быстрее, чем курс рубля. Мальчики, я воду нашел. Поэтому буду набирать. Давай. Ванька! Оу! Тут есть побольше яма с водой. Тут отлично капает. А ты мозги, что там набираешь. Здесь прям лужа, говорю. А там вода какая? Чистая и грязная? У тебя там течет вода отсюда, куда я говорю. Ну, если она оттуда, сюда течет, значит, она фильтруется через горную породу. Если честно, я устал. Тогда прекрати, говорит, и лезь наверх. Дай пять минут отдышаться, я устал. Ты что, сидишь и ведерко держишь, пока капает? Нет, оно само стоит, капается. Ты давай сюда, говорю, здесь вот ямки с водой с этой. А как будешь набирать? Черпанул и готово. Ну, черпани, покажи там какая вода. Такая же мутная, как и у тебя капает там. Слушай, она тут через камни проходит, она тут фильтруется. Плюс я кослю ставил. Камнями фильтруется? Камнями фильтруется. Будем нормально углем фильтровать и все. Вот будем потом. Ты отвечаешь за рыбу, вот ты отвечаешь за свою рыбу. Ты что, ты дурак? Сейчас я приду. Ты сейчас сидишь пять минут, ты нас задерживаешь. Ну, идите тогда и сбежите. Куда идите? Без тебя. Подождите чуть-чуть. Не надо ждать, если мы можем расчерпануть и забрать всю воду. Сейчас солнце сядет, и мы опять будем... Все мы успеем. Вставай сейчас, говорю. Нет. Вставай. Нет. Я сейчас на тебя воду вылью. Попробуй. Попробуй. Я попробую. Попробуй. Ну, попробовал. Что делаешь-то? Что хочу, то и делаю. Меня тупит. Иголки. Они ядовитые. У нас же голова крутится. Жрать хотим завтра же. Вчера на Крымский полуостров прибыли аниматор, банкир и директор по энергетике, готовые испытать себя на прочность. Сначала они старались шутить. Ну, все. Олимпийский чемпион. Вперед, вперед в Сочи сейчас по берегу. Да, да. На море дойдем. Но теперь им не до шуток. Попробуй. Попробовал. Ты что делаешь? Казалось, что еда буквально под ногами. Сварим и сожрем. Сдохнем, блин, чертовы бабушки. Все ли дойдут до конца? Участники второй день практически без воды. Да еще и Шхан во время ссоры вылил оставшуюся воду. Попробуй. Я попробую. Попробуй. Попробовал. Ты что делаешь? Я что хочу, то и делаю. Выжить в условиях дикой природы можно только став командой. Поэтому Иван, несмотря на обиду, решил набрать воду для всех. И что ты? Что, сейчас доберу. Все-таки решил набрать по-человечески? Нет, это у меня накапывает. Куда у тебя накапывает? Я, кстати, в бандане рыбу переношу. Можно через нее пофильтровать. Через рыбу? Да. Мне, блин, там реально чище капало. Да какая праздница? Сейчас залезай уже. Сейчас залезай. Все нормально? Да. Все хорошо. Лопату возьмешь? Да, да. Все, бери, погнали. Пока Иван и Ишхан ссорились, Игорь дипломатично держался в стороне. Это хитрый управленческий ход. Ссор отнимает лишние силы. А так у директора будет больше шансов победить. Здесь ветка, аккуратней, башкой не ударитесь. Ну, ты прям как олимпиец. С факелом и с тухлой рыбой. С тухлой рыбой? Где взяли? На берегу. Морской ерш. У него иголки. Они ядовитые. Умереть не умрете, но если проколете руку, то будет воспаление очень сильное. Поэтому имейте в виду, что обращаться с ним нужно бережно и аккуратно. Вот так он. Насколько свежий? Ну, он совсем не свежий. А как приманку его использовать? Смотря на кого? На крабиков. Да. Режете его на кубики и вытапливаете у него жир. То есть есть нельзя, но бульон сварить можно? Нет, бульон из него варить не вариант, а вот использовать его вместо смолы и вместо вазелина очень даже. Остатки мяса аккуратненько заворачиваете в головной платок, привязываете к палочке, камешек и в воду. И крабы потихонечку туда собираются. Но это работает не тогда, когда на море шторм. Ага. Если завтра вам повезет с погодой... Ну, хорошая погода, мы будем завтра есть. ...то вы завтра будете есть. Что, разводите костер? Так, ну, нам надо его где мы плачь, где мы будем спать. Зачем? Вот же ровная площадка. Давай, не тратить время. Где костер будет? Здесь? Ну, давай здесь. На мокрой земле трудно разжечь костер. Чтобы огонь не потух сразу после розжига, участникам необходимо соорудить помост из сухих веток и иголок. Первый ярус выкладываете четыре. Второй ярус выкладываете четыре. Чем меньше зазор между полянями, тем дольше горит. И таких собирайте три-четыре яруса. Выложите дрова несколькими рядами, а сверху соорудите шалаш из бреда. После того, как вершина пирамиды прогорит, она свалится внутрь, вы ее уплотняете, и у вас, получается, остается только колодец-решетка, который будет работать по принципу максимальной отдачи тепла, но при этом экономим ваши дрова. У нас же голова крутится. Горова крутится. Чем началось на подъеме, после этого подъема. Сразу решетка. Я этот, крутил канат. Костер готов, вам осталось укрытие, разделать рыбу. Вода у вас есть. Вопросы, пожелания, заявления, предложения. Жрать хотим завтра же. Я объяснил, каким образом завтра будете добывать еду. Не получится этим способом, значит, будем пытаться другим. Ловушки в лесу? В том числе, я, например, видел зайцев. Двух. О, я умел ловушки ставить. По поводу укрытия. Я вам настоятельно рекомендую сделать одно нормальное укрытие на троих. Так, как вы делали вчера по этому принципу. Но все-таки соединить три коврика. Потому что на хвои спать отлично. Собрать ее в течение 15 минут можно вот такую горку на человека. Дальше, когда сделаете себе форму пещеры, по бокам обложите и камнями, и грунтом. Вот тогда вы почувствуете себя в максимальном комфорте. Обращаю ваше внимание на то, что когда вы спите, чем более комфортные условия для вас, тем дольше вы в состоянии выжить, находясь в условиях дикой природы. Всем спасибо. Увидимся завтра. Спасибо тебе. Счастливо. До завтра. Нам нужна хвой, и нам нужны четыре столбика. Да. Вот это один есть, вот это, наверное, второй у нас есть. А топить чем будем? И топить нам надо тоже, если дать. Спать мы будем, как всегда, не на кровати. Будем спать на колючках. Есть варианты, чтобы у нас будут муравьи. Тут варианта два. Либо мы их съедим, либо они у нас. Дружочек-пирожочек, я прям сдох. Чего там? Долбить землю эту. Давай, подолбую. Не землю, а камни. Как я не люблю горы. Думаешь, как завтра что-нибудь поедим? Да я думаю, да. Здорово. Вода. Пришла. Ты притащил воду? Конечно, даже из двух бассейных источников взял. Верхушку с одного источника, а верхушку с другого. Чтобы пил не поднимался. Красава. Сам-то напился? Ну так, да, нормально. Есть будете? А че, 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 есть? Да, держи. Да, хорош. Да это все вам, чистый белок. Блин, фу, мерзость какая. Ну да. Блин, фу. Пока-то. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...